Политолог Бениамин Мативасян в своем телеграм-канале прокомментировал последние заявления премьер-министра Никола Пашиняна. У нас есть следующая цепь взаимосвязанных явлений. Первое. Согласно Николу Пашиняну, Азербайджан готовит новое нападение на Армению. Второе. При этом Армения заморозила участие в ОДКБ. Третье. А за несколько месяцев до этого Армения отказалась от размещения на границе с Азербайджаном миротворцев ОДКБ. А теперь сами сделайте вывод о том, кому выгодно, чтобы в преддверии войны, войны, о которой сам Пашинян и говорит, в преддверии нападения Азербайджана, а где Азербайджан, там и Турция, не только отказаться от размещения в потенциальной зоне боевых действий контингента ОДКБ, так еще и заморозить членство в организации, которое является стержнем военно-политического зонтика, обеспечивающего существование Армении. И заметьте, как тонко действует Пашинян. Удар по ОДКБ и Армении сделал в очень символический день, 23 февраля, в День защитника Отечества. Армения на пороге колоссальных потрясений. Причем потрясений, в основе которых лежит субъективный фактор. Отдельно взятый человек решил, что в потенциальной войне врагом Армении является не Азербайджан и Турция, а Россия. И вновь приходится повторить, отец, не прощай им, ибо они ведают, что творят.